здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня у нас в работе volkswagen keramont с блоком управления simos 18.6 сегодня мы будем делать ему евро 2 и тюнинг блок снимается легко вот он simos 18.6 стоит он вот здесь рядом с аккумулятором давайте его разбирать и читать вот блок у нас уже на операционном столе чтобы не отнимать ваше время я уже этот блок открыл по периметру как следует прогреваем феном затем подрезаем ножичком аккуратно каждую сторонку и уже тогда открываем крышка сама по себе тонкая очень клей герметик очень жесткий и поэтому крышка вся гнется очень аккуратно открывайте и грейте посильнее вот крышечка которую мы сняли и здесь мы видим на каком процессоре вот уже вот такие процессоры пошли в новых блоках для подключения блока simos 18.6 мы открываем справку комби лодеру и смотрим как он подключается значит это у нас 91 контакт разъем находится он справа стороны как раз где большие вот эти вот пины массы и питания это как раз есть 90 одноконтактный разъем значит здесь у нас масса первое так неотключаемая отключаемая can high can low плюс еще подключается адаптер dialing 15 7 контакт и подключается провод разрешения программирования вот мы смотрим что здесь написано так мы по схеме и будем это все подключать читать и записывать на его можно с помощью комби лодера его модули simos 1218 заявленные блоки там simos 18.2 simos 18.1 и .4 а у нас simos 18.6 но я написал письмо сергею сапелину разработчику комби лодера он сказал что эти блоки делаются только с диалинком то есть адаптер должен быть только диалинк и simos 18.6 тоже он делает и так блок мы подключили строго по схеме то есть не забывайте здесь еще присутствует и g5 пины это провод программирования у нас три вместе три точки соединены вот этими перемычками и бут пин масса через один килоом вот мы смотрим значит используем мы вот такой вот переходник соединили все согласно вот этой схеме соответственно все здесь соединение и давайте сейчас открывать комби лодер и читать этот блок итак открываем комби лодер выбираем simos 18 вкладку дополнительно и делаем идентификацию вот идентификация мотор у нас 2 литра тфс стоит значит мы ее сохраним сделаем скрин вот такой вот вот он у нас сохранил в папочку будет полная идентификация напишем просто айди запишем да и все и сохраним отсюда папку пусть будет нажимаем кнопочку ok теперь мы переходим на вкладку flash и нажимаем чтение флэш интернет обязательно должен быть подключен вот сразу же началось чтение флэш читать достаточно быстро работа этот модуль только с адаптером dialink причем а dialink а еще и g5 пины подсоединяется это simos 18.6 блок находится в буте потребление 026 при нормальном состоянии без бута потребление блока 045 ампер операция завершена успешно нажимаем ok здесь у нас номер софта выводится давайте сразу и промс осчитаем запись завершена тоже успешно вот он пишет внутренняя загружена флэш и промс загружен теперь давайте все это сохраним сначала мы сохраним все это контейнером для бэкапа вот файл контейнера у нас сохранен вот он формате bcf вот что здесь написано контейнер файл и теперь давайте по отдельности сохраним уже флэш и промс вот здесь выбираем флэш сохраняем как флэш выбираем и промс и сохраняем как и промс это в открытом виде то есть в бинарнике вот у нас сейчас получилось три файла один файл bcf с расширением и в бинах бинарники и промы бинарник флэш вот теперь нам остается только модифицировать файл сделать тюнинг евро 2 и залить его обратно в блок и так файл мы модифицировали сделали евро 2 как просили тюнинг и попросили снять лимит скорости тоже это сделали обратите внимание что тумблер этот должен быть поднят наверх то есть 12 вольт должно идти на адаптер dialing и горит соответственно этот светодиод открываем комби лодер делаем идентификацию вначале идентификация успешно открываем вкладку флэш и открываем наш файл то есть тюнинг евро 2 и лимит скорости speed limit of файл успешно загружен и теперь нажимаем запись он записывает только калибровки потому что мы делали на основании этого файла он даже не задает вопрос записать калибровки или нет он сразу пишет свои калибровки операция завершена успешно то есть вот так быстро он все это дело записал давайте еще раз сделаем идентификацию убедимся что блок на связь у нас выходит все идентификация выполнена успешно закрываем программу и сейчас пойдем ставить и был автомобиль сама первая мы включаем питание снимаем питание с адаптеров снимаем вот программирование отсоединяем сам блок вот эти провода отпаиваем всю нашу конструкцию то есть бут пины перемычки и места пайки аккуратненько протираем ваткой аккуратно здесь вот где мы паяли тут и протрем все теперь давайте мы закроем крышку то есть пока не будем мы заклеивать ее подогнем хотя бы один или парочку вот этих вот железячек чтобы нам просто попробовать хотя бы и потом уже будем ставить на герметик блок управления мы поставили на место вот правда мы его еще не заклеивали давайте пойдем пробовать смотреть нашу работу вот такой он volkswagen terramont давайте включим зажигание все машина завелась чек погас то есть евро 2 мы сделали сделали ему тюнинг убрали лимит скорости работа выполнена выполнено успешно всем всего самого наилучшего много интересной работы много хороших клиентов а самое главное крепкого крепкого здоровья